Здравствуйте, дорогие ученики! Здравствуйте! Меня хорошо видно, хорошо слышно. Здравствуйте, ребята. Замечательно. Секундочку ждем, пусть все присоединятся к нашему уроку. Я напомню, вдруг кто-то забыл. Меня зовут Екатерина Евгеньевна. Я у вас онлайн веду литературу. Так, хорошо. Ребята, давайте вспомним. Здравствуйте. Здравствуйте все, ребята. Добрый день. На прошлом уроке мы с вами говорили о словесном творчестве. Мы говорили о том, какую пользу приносят книги и чтение книг. Мы говорили о том, что бывает родная литература, а бывает мировая. Ну и, конечно, самое главное, мы говорили о том, что литература – это искусство слова. Ребята, положите, пожалуйста, перед собой тетрадки по литературе. Запишите, пожалуйста, сегодняшнее число. Сегодня у нас 9 сентября. Запишите классная работа и нашу сегодняшнюю тему – художественные приемы словесного творчества. Пожалуйста, записывай. 9 сентября – классная работа и тему нашего сегодняшнего урока – художественные приемы словесного творчества. Что это такое? Что это за приемы? Мы как раз с вами об этом и поговорим на нашем уроке. Пожалуйста, записывай. Художественные приемы словесного творчества. Здравствуйте, все ребята. Цель нашего сегодняшнего урока состоит в том, чтобы учащиеся, то есть вы, ребята, получили представление о художественных приемах словесного творчества. Значит, что это за такие приемы и зачем они нужны в нашей речи? Об этом мы с вами и поговорим. Ну, во-первых, вспомним, что такое словесное творчество. Словесное творчество – это искусство. И как у каждого искусства, у него есть свои особенные приемы. Приемы эти называются художественными. А зачем они нужны? А цель их – сделать текст красивым и интересным. Что же делает речь красивой и эмоциональной? Есть специальные речевые обороты, которые придают яркость и выразительность произведениям литературы и устной речи. Они, ребята, украшают наш язык. Так, хорошо. Теперь еще, ребятки, давайте запишем с вами, что же такое тропы. Пока приготовьте ручки, я вам скажу, что записывайте. Все готовы? Записывай. Изобразительно-выразительные средства языка называют тропами. Тропами. Так, ребята, не болтаем. Я все вижу, кто что пишет. Все, работаем. Изобразительно-выразительные средства языка называют тропами. Вот это определение, пожалуйста, запишите. Вот первое предложение в моей презентации. Так, вы пока пишите, я вам буду дальше рассказывать. Изобразительными их называют потому, что они создают в нашем сознании образы, картинки. То есть, как это происходит? Вот вы что-то читаете и сразу начинаете это представлять, да? Что вы где-то на лугу, вокруг вас прекрасные цветы. Или вы в горах, свежий воздух. Да? Вот именно вот эти вот тропы, они делают речь насыщенной и выразительной. А выразительными их называют потому, что они выражают чувства и вызывают чувства в нашей душе. Ну вот смотрите, допустим, мы скажем, мальчик плачет. Нам понятно, что мальчик плачет. А если скажем, мальчик горько плачет, то нам сразу станет понятно, что действительно у него стряслась какая-то беда. И мы даже представим, как горько он плачет. Значит, тропы это такие образные выражения, такие обороты речи, в которых слова употребляются, ребята, не в прямом, а в переносном смысле. То есть, есть у нас прямой смысл слов, то, что подразумевается, а есть в переносном. Ребята, мы уже давно поздоровались. Пожалуйста, не отвлекайтесь и не отвлекайте меня. Спасибо. То есть, в переносном значении. Ну вот давайте посмотрим, как же это происходит. Вот берем слова или словосочетание в данном случае. Возьмем словосочетание слова в прямом значении. Золотое кольцо, горячая вода, железный сундук. То есть, что такое золотое кольцо? Это кольцо, сделанное из золота. Ну, горячая вода, понятно, та, которая обжигает руки. Железный сундук. Сундук, сделанный из железа, да? Ну вот, мы сразу представляем. Ну, такие слова встречаются нам в энциклопедиях, научной литературе, в разговорной речи. А вот смотрите, сейчас мы употребим эти слова в переносном значении. Например, золотой человек, горячее сердце, железный характер. Да, Аль Саян, все правильно. Золотой человек, это значит хороший человек. Горячее сердце, это значит доброе, открытое сердце, да? Способное сочувствовать, сопереживать, да? Вот, железный характер. Это какой характер железный? Да, золотые руки, Али Хан, тоже могут. То есть перенос крепкий, да? Очень такой стойкий, вот, очень хороший синоним. Стойкий, железный характер, то есть стойкий. И вот именно эти слова в переносном значении чаще всего встречаются в художественной литературе и в разговоре красноречивых людей. То есть тех людей, которые хотят сделать свою речь красивой и насыщенной. Так, ну давайте начнем. Сейчас мы будем характеризовать эти самые тропы. Вот, значит, запишите. Тропы и поэтические приемы. Тропы и поэтические приемы. Али Хан. Тропы и поэтические приемы. Запишите, пожалуйста. И начнем мы с вами с эпитета. Эпитет. Эпитет. Просто запишите эпитет, определение найдете в учебнике. Значит, просто напишите тропы и поэтические приемы и их перечисляйте. Эпитет. Это первый, да? Поэтический прием. Или троп. Художественное определение, которое выявляет важный для автора качество героя, предмета, явления или события. Вот, смотрите. Красная девица. Ну, красная девица. Значит, красивая. Скажем мы просто девица. Ну, непонятно. А красная – это красивая. В данном случае красная – это эпитет. Горькая доля. Да, красивая. Горькая доля – это значит тяжелая доля. То есть, понимаете, доля, скажем, ну, непонятно. А вот горькая доля, горькая, мы эпитет прибавили, и нам уже понятно, что это действительно тяжело. Зеркальное озеро. То есть, вода в нем настолько прозрачная и гладкая, что оно как зеркало. Зеркальное озеро. Вот это, ребята, эпитеты. Значит, эпитет – это образное определение, отвечающее на вопрос «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», и обычно выраженное именем прилагательным. И вот, посмотрите. Из стихотворения Пушкина, например. «Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она». Значит, волнистые и печальные – это у нас эпитеты. С эпитетом все понятно? Ребята, с эпитетом все понятно? Хорошо, молодцы. Дальше. Сравнение. Следующий троп художественной выразительности – это сравнение. Что такое сравнение? Слушайте. Это художественное сопоставление людей, предметов, явлений. Сравниваются обычно качества или действия двух объектов при помощи слов «как», «как будто», «словно», «точно», «подобно». И вот, смотрите, сравнение. Озеро – как зеркало, облака – словно вата. Озеро сравнивается с зеркалом, а облака – такие белые и пушистые, что похожие на вату. Да, то есть здесь сравнение. Да, ребята, определение вы выпишите из учебника. Просто пишите первое эпитет, второе – сравнение. И вот, пожалуйста, примеры сравнений. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. То есть какие облака? Они такие, понимаете, белые, перистые и похожие на снег. То есть облака здесь сравниваются со снегом, облаком волнистым. Пыль встаёт вдали, коны или пеший не видать вдали. Да, здесь пыль сравнивается с облаком. То есть она поднимается, да, и становится похожа на облако. Вот это, ребята, сравнение. С этим, думаю, тоже всё понятно. Поехали дальше. Следующая у нас метафора. То с метафорой, с эпитетом вы наверняка встречались и в начальной школе с этими понятиями. Вот метафора. Будьте внимательны. Метафора. Оборот речи, в котором свойства и действия с одного предмета переносятся на другой. В основе метафора лежит сравнение двух объектов. Но в одном из них, как в загадке, спрятан этот объект. Не назван, не обозначен. Вот смотрите. Зелёная красавица. Что за зелёная красавица? Это девушка позеленела или что? Непонятно. Но мы-то с вами понимаем, что это разговор идёт о еле. Зелёная красавица. И вот посмотрите. Примеры метафора. Густых небес прозрачное стекло. Багровый костёр заката. Лунный серп. То есть луна похожа на серп. Густеет облаков волнистое руно. Вот это примеры метафор. То есть вот такой красный, багровый закат, что его сравнивают с костром. Вот видите, вот это вот метафоры. Значит, метафоры. Так, ну метафоры мы с вами вспомнили. Идём дальше. Гипербола. Гипербола. Запишите. Гипербола. Смотрите, это преувеличение. Выделение одного из качества, свойства и расширение его до небывалых размеров. Вот смотрите. Сто лет не виделись. Ну, может быть, люди там не виделись, ну, пять месяцев, может быть, два года. А так часто говорят, да мы же с тобой сто лет не виделись. Да, то есть идёт преувеличение. Вот это и есть гипербола. Или море слёз. Вот, понимаете, человек сильно плачет, прям не может остановиться. И его спрашивают, что за море слёз? Ну, понятно, что человек столько не наплачет. Но здесь опять же идёт, что преувеличение. Что? Море слёз. Или когда людям весело, они смеются. Говорят, море смеха. Да. То есть смеха много. И поэтому идёт преувеличение. И говорят, море смеха. Вот это, ребята, гипербола. Так, гипербола. Понятно с гиперболой? Это преувеличение. Да, хорошо. Да, я стараюсь вам понятно объяснить, чтобы вы всё поняли. Аминочка, молодец. Хорошо. Антитеза. Что же такое антитеза? Смотрите. Анти. Это противопоставление. Контрастное сравнение противоположных чувств, характеров, предметов, действий. То есть противопоставление. Здесь, как правило, встречаются антонимы. Вот посмотрите. Пример антитезы. Ты богат? Я очень беден. Ты прозаик? Я поэт. Ты румян, как маков цвет. Я, как смерть, и тощ, и бледен. Вот как замечательно писал Пушкин. У него прекрасные стихотворения, да, согласитесь? Ну вот смотрите. Антитеза идёт. Ты богат? Я беден. Ты прозаик? Я поэт. Ну, прозаик. Он пишет что? Романы, повести, да. А я поэт. Я стихотворение пишу. Ты румяный, у тебя румяные щёки, да, и как маков цвет. А я, как смерть, и худой, и бледный. Вот это пример антитезы. Вот. Ещё, допустим, учение свет, не учение тьма. То есть здесь тоже идёт противопоставление. Учение, не учение, свет, тьма. Видите? Антитеза. Так, записали, да? Хорошо. Дальше. Вот тоже интересный вид стилистического тропа. Это олицетворение. Вот здесь прям вы хорошо запомните, я думаю. Ну вот смотрите, олицетворение – это вид метафоры. Когда неодушевлённые предметы и явления изображаются, как одушевлённые. И на них переносятся чувства, свойства и действия людей. То есть это олицетворение. Смотрите. И примеры смотрим. Рояль мог петь. Ну, рояль. Как он может петь? То есть он, в данном случае рояль, да, наделяется чем? Свойством человека. То есть олицетворяется. Клавиши убегали, тосковали. Ну вот клавиши, допустим, пианино, да? Такая была грустная мелодия, что казалось, что клавиши убегают, тоскуют. На самом деле это только люди могут бегать, тосковать, там, смеяться, да? А здесь мы о клавишах говорим. То есть мы их олицетворяем. Снег останавливался и цеплялся. Да. То есть снег, опять же, сравнивается, наделяется какими-то человеческими качествами. Вот. Он останавливался и цеплялся. Пароходы дремали. То есть представьте себе такой порт. Там стоят пароходы. И тихо так, штиль такой. И вот они как будто спят. Видите? Туфельки вздрагивали. Ну, наверное, это кто-то танцевал, а может быть, волновался и перебирал ногами. Но туфельки при этом вздрагивали. То есть опять, видите, идет наделение человеческими качествами, чертами. Синицы волновались. То есть птиц что-то, ну, испугало, да? И заставило волноваться. Вот это, ребята, примеры олицетворения. Так, идем дальше. Риторические высказывания. Вот тоже интересно послушайте. Это приемы речи, вопросы, обращения, утверждения. В которых восклицательные и вопросительные знаки нужны только для усиления эмоциональности. Для передачи восторженной, возвышенной речи. Да? И возвышенной интонации. Уж вы ветры, мои ветерочки, ваши тонкие голосочки. То есть здесь идет сильная такая, какая-то положительная интонация, восклицание. Вот это вот риторическое высказывание. Вот, кстати, кто-то писал, да? Сколько лет, сколько зим. То есть когда люди, опять же, давно не виделись, они встречаются и говорят. Сколько лет, сколько зим. Вот это вот риторические высказы. И другой человек, да, оппонент, он понимает, о чем ему говорят. Что вот долго не виделись. Так, хорошо. Ребята, значит, сегодня на уроке мы с вами узнали, что такое изобразительно-выразительные средства языка, которые называются трубы. И вот я их перечислила. Посмотрите, все ли вы записали в тетрадки. Значит, эпитет, сравнение, метафора, гипербола, олицетворение, антитеза, риторические высказывания. Значит, дома перепишите и выучите определение этих средств языка. И в дальнейшем, ну, в старших классах вы будете изучать литературу, и вам будут постоянно встречаться эти тропы. Домашнее задание. Ребята, читать, быстренько запишите себе. Читать в учебнике страницы с десятой по тринадцатую. Подготовить устный рассказ о любимой книге. Ну, поскольку выслушать я вас не смогу, вы все-таки этим займитесь. Вспомните, у вас наверняка есть у каждого любимая книга. Кто-то, может быть, любит читать Гарри Поттера, да? Может быть, кто-то любит старика Хатавыча, да? Кто-то любит, возможно, еще какие-то повести, рассказы. Вот, подготовьте устный рассказ и подумайте, как бы его рассказали вы. А когда мы уже встретимся, да, вот, то обязательно с вами это обсудим и поговорим. Это вам такое устное задание. И выучить определение на странице одиннадцать. То есть, еще раз прочитайте об этих тропах, о которых мы с вами говорили, да? И что? Выучите определение. Так, еще, ребята, мы не отключаемся. Вот, смотрите, я вам приготовила спасибо за внимание. Так, ребята, а вам спасибо большое за урок. Ну, давайте так, пока у нас там две минутки осталось, давайте вы мне напишите в ваш чат. Какие... Какая польза от книг? Давайте, а я буду смотреть. Ребят, какая польза от книг? Так, правильно, Алман. Да, Бегболот развивает ум. Да. Человек становится более умным, более начитанным. Ум, хорошо. Еще, что книги помогают там? Развивают речь. Леонид, умница. Кругозор. Быстрее читать. Да, польза. Помогают общаться. Ириночка, правильно. Увеличивают словарный запас. Да. Усвоили прошлую тему? Да, словарный запас. Еще кто как думает? Еще какая польза от книг? Да. А вот смотрите, когда вы читаете, вы стараетесь подражать героям книг? Ну да, правильное ударение. Да. Еще какая польза? Ну, наверное, ребята, главная польза еще в том, что вы... Что? Учитесь грамотно писать. Я вам говорила. То есть, что получается? Вы читаете слова, запоминаете их, правильно? А потом вы пишете грамотно. Да, хорошо. Есть какие-то вопросы еще по сегодняшнему уроку? Подумайте.